Приветствую вас, если говорить по-простому, да, вот прям по-простому, если объяснить поведение мужчинам, то человек просто не ожидал, скорее всего, что вы его как-то вот действительно поцелуете. То есть он с вами в эту игру играет, да, в игру, значит, поцелуй меня, например, вот, он с вами в эту игру играет. Но при этом человек не готов к тому, что, ну не готов к тому, чтобы реально перейти к действиям. Да? Вот. И когда вы решили это сделать, когда вы решили его, значит, поцеловать, он оказался к этому явно не готов, совсем. И поэтому поставил вам щеку вместо губ. Это если прям совсем вот по-простому. А если копать глубже, да, стараться глубже копать, то можно предположить, например, что мужчина не готов с вами в любом случае, да, иметь какие-то серьезные отношения. Вообще. То есть они ему просто не нужны свободные отношения. Единственное, на что мужчина готов. Единственное, что мужчина может в отношении, ну, в отношении вас, например, да, позволить себе, себе это вот такие вот игры. И все. Больше он не готов. Почему он не готов сказать, конечно, нельзя. Потому что информации о самом мужчине вы практически никакой не дали. Вот. И предполагать что-либо можно очень долго и в итоге ни к чему не прийти. Вот. Значит, есть, пожалуй, еще один момент, который я бы хотел вам дать, чтобы вы имели его в виду. Опять же, я не знаю, правда это или нет, но иногда такое поведение мужчины может, значит, соответствовать о том, что человек не любит, когда что-то выходит из-под его контроля. То есть ему нравится, когда он все контролирует. И соответственно он не хочет, чтобы контролировали вы. То есть он может сколько угодно вас провоцировать, он может сколько угодно намекать на поцелуй, но в итоге он поцелует вас тогда, когда сам захочет. И все. Ну вот. Еще раз повторяю, что я не претендую на истину здесь. То есть я не знаю, так это на самом деле или нет, но тем не менее, мне кажется, что очень такое может быть. Вот. Значит, по вашему описанию несложно не заметить, что имеет место быть определенная симпатия у вас к человеку. Я рекомендовал бы вам не увлекаться ею по симпатией, то бишь. Я бы рекомендовал вам смотреть в сторону тех, кто не связан с вами профессиональной деятельностью, чтобы в случае чего не страдала ваша работа. Вот. Чтобы в случае чего у вас не было проблем с работой. Вот. Потому что когда люди начинают служебный роман, они часто потом имеют проблемы большие именно вот с работой. То есть, ну из-за того, что работать с человеком, например, они уже не могут. Вот. То есть человек был коллегой, да? Вот. Пока был коллегой, все было хорошо. Сблизились когда, ну, тоже было, в общем, неплохо. Вот. А потом, что это произошло не так, там поругались, не поделились что-то, да? Вот. И все. И тут же, значит, начались проблемы. То есть работать тяжело, там какие-то терки, конфликты, вот, и так далее. Поэтому я предостерегаю вас от этого, что я не говорю вам вообще, конечно же, не вступать в служебные романы, но как минимум принимать какие-то меры предосторожности, вот, которые можно принять. То есть, это меры, ну, например, можно договориться с человеком как-то, да? То есть, вот, не смешивать, например, личное и профессиональное, да, и деловое. Вот, не мешать эти два момента, стараться, по крайней мере, не мешать эти два момента, вот, ну, чтобы, чтобы, чтобы не портить жизнь и себе, и ему, вот, и так далее. Если мужчина играет так уже давно, ну, подобным образом, и до сих пор не перешел к серьезным каким-то действиям, значит, вам нужно показать, что вы в его игру играть, если собираетесь, то очень недолго, и вам желательно показать, что у вас уже есть другой мужчина, с которым вы находитесь в отношениях и так далее. Ну, или хотя бы дать человеку понять, что он не единственный в вашей жизни, потому что противный лучший мужчина, чувствуя, вот, то, что он один у вас, он просто, напросто, так и будет действовать, так и будет себя вести, и ничего менять он не будет, ничего менять он не захочет. Ну, просто потому что вот такие мужчины, что пока нет нужды, ничего менять мы не хотим, вот. Только лишь, когда появляется необходимость какая-то такая вот, по нашему мнению, довольно серьезно. Понимаете? Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо! Продолжение следует...